Доброе утро! Доброе утро! И видела белые шапки, шапки, барашки, как там их называют на море. И по прогнозу передают ветер. Особое приглашение ему надо. Видите, особое приглашение ему надо. Все, царь вышел. Мы сегодня еще вернемся сюда. Мы сегодня туда еще вернемся. Да, после обеда у меня сегодня рабочий день. Удлиненный, скажем так. Так, а вот что-то как-то не пойму. Там облачно, тут не облачно. Ладно, после обеда увидим все, что там облачно, не облачно. А пока домой. В такую пробку сейчас попало. Это пипец какой-то. Ладно, там пробка была бы. Хватит гравкать. Вы знаете, в местах, где может быть пробка. Нет же, эта пробка образовалась, где никогда в жизни машины не ездят. Там вообще очень мало машин ездит. И пробка полчаса стояла. Десять метров, чтобы проехать. Блин, я всех чертей собрала. А еще я вчера мозоль намяла вообще прям между пальцами. В сланцах ходила. Вчера было нормально. В сланцах. Вот такие, которые между пальцами. И вчера вечером такая, знаете, он как-то чесался, пощипывалось. Ну, думал, комар кусил. Он посмотрел, фонарь, он посветил, все нормально. Ну, как нормально. Там было, как будто думал, ну, мозоль намяла. А сегодня утром стою, там не только мозоль, там всю кожу счесала. Что, не работает? Не работает. Это чинит. Так что, пешком его. Поверьте. В общем, это дурацкая пробка. Ненавижу пробки вообще. Я разогрела кино. Добавила сюда вчерашние грибочки. Ммм, доем креветочки. И котлетка рыбная. Так что я пошла ням-нямкать. Всем приятного аппетита. Собирались в воскресенье с девчонками на пляж. Опять встретиться. Походу, знаете, что он... Шторм пришел, нагрянул. А он идет, как говорят рыбаки местные, три дня. То есть, пятница, суббота и воскресенье. И опять вода будет ледяная. Ну вот, только прогрелась. Учера так накупалась. Классно. Хорошо, что хоть съездила. Но сегодня я еще спущусь. Сейчас после работы. Продву-то немножечко. И спущусь. Посмотрю, какие там волны. Ну, ветрога, конечно, дует бебец какой. Тут его нету, но он дует вот оттуда. Понентый, как здесь называется. И он идет три дня. Один день или три. Ой, вчера я посмотрела. Поэтому будет три дня. Ну да ладно. Сейчас пройдемся тут по кругам. Видите, какие-то вот уже одежды валяются, которые летают. Снег кружится. Вообще, что такое? Ну, это суетер какой-то валяется. Нет, Шарля, мы так далеко не пойдем. Сейчас поменьше. Видите, как кружится. Снег кружится, летает, летает. Я за туристку пройду. Смотрите, все улетает. Видите, как все летает. Ой, хорошо. Мне, в принципе, наоборот лучше, потому что я работаю, и не так будет завидно. Б fruit. Була. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Процеживаем Вот видите, если будет каша, то она просто провалится вся там А это сок надо выжать Процеживаем все это дело Теперь вот видите Вот это концентрированный сок Я сейчас сюда добавлю воды на свой вкус Сахар Я сахар заменитель, точнее стевию И лед Много-много льда А это в холодильник На следующий раз Вот смотрите, сколько у меня льда Я сейчас долью немного воды И все, это поставлю Опять взбиваться Лимонад готов Даже лимонный лед Видите, какая вкусняшка Рассказать вам одну Свою историю А наткнула меня на это Представляете, у меня есть Страничка ВКонтакте Куда я очень редко захожу Мне как-то ВКонтакте не очень нравится Поэтому редко туда захожу И вот буквально месяц назад Приходит, значит, сообщение Что у меня офигенный сглаз И что мне надо его срочно снять От какой-то дамы Я даже не знаю Даже не обращала внимания Но я все это заблокировала быстренько Все даже и не придала этому значения Сегодня опять какая-то тетя Нина Или как там ее зовут Пишет, что у меня тоже скоро горе Произойдет огромное И что мне нужно обязательно Талисман купить Ну не купить Талисман Ну я так предполагаю Что мне его нужно купить Потому что нужен мне какой-то талисман А как она мне расскажет об этом Я ей по Ватсапу Она мне об этом расскажет Представляете Я там у нее на страничке побывала У нее там пять фотографий Вот эти вот всякие Как гадалки сидят И все Больше у нее ничего нету Ну я ее опять А, я ей написала Спасибо А, она сначала вопрос Первое сообщение было такое Хотите я вам расскажу кое-что Ну я судя по ее профилю Даже не заходила к ней И написала Спасибо, я сама все знаю И вот через несколько минут Она мне пишет Нет, вот вам нужен амулет У вас там произойдет горе страшное Там Ля-ля-ля-ля-тыпа-ля Вам нужен вот амулет Я вам расскажу Как его забрать Ну я ее заблокировала И отправила в спам Вообще бред какой-то Сивы кобылы Я вообще в это все Какие-то амулеты Сглаживания Прямо Тем более Вконтакте Где она меня знать Не знает И я ее тоже знать Не знаю Как можно Неужели такие люди есть Которые ведутся на это И верят во весь этот бред Извините меня сказать Потому что иначе Это никак не назовешь Вообще Я ее Надю Вообще не знаю Не вижу И она мне тут пишет Вот с какого перепуга Она решила Что у меня будет какое-то горе Не знает человека У нас столько миллионов людей Живет на планете А она вот увидела Что у меня будет горе Вот как так можно Я конечно Не знаю Я Во всех этих гадалок Во всех этих Не знаю Предсказателя Вообще не верю Я верю в Бога Верю во всех Святых Которые действительно Доказали при жизни Что они Могли Верили Там И все такое Но вот в эти все гадалки Вы знаете У меня был такой опыт В жизни Что я ходила к гадалке Мне было Перед поездкой сюда 22 наверное Года Может быть поменьше Вот так В Московской области Я даже не помню Где эту гадалку Взял Как я ее нашла Я ездила на электрический К ней Представляете К ней очередь была Я сейчас Мне так смешно Я такая дурочка Деньги даже Ей платила Какие-то Там я не помню Большие Ни большие Не помню Средние наверное Ни большие Не маленькие Но блин У нее очередь была Действительно Вот И значит Что я там приехала К ней погадать Я как раз В Испанию собиралась И она мне Значит У меня Я в Испанию собиралась У брата был Такой возраст Что и в армию Ему идти В общем Вот так вот Ну я ее Значит Не спрашивала Я готовилась к ней Вопросы В общем Не задавала Вообще Все эти гадалки Они же психологи Правильно И люди К ним идут У которых Какие-то проблемы А проблемы У нас Почти там Бывают На любовном фоне На денежном фоне Ну и здоровье Да А в основном Вот такие вот проблемы То есть гадалки То есть гадалки все об этом Прекрасно знают И знают Как приходит молодая девушка Ну что у нее может быть Либо любовь Либо деньги Правильно Здоровье у молодой девушки Должно как бы Так оно и быть Вот Там она мне Ну потому что Ну потому что смешно Я же ей написала Вот решил Да Вот действительно Надо быть глупым Сколько нас Людей многие Ходят гадалкам Или Или И в каком возрасте Не знаю Как вы вообще К этому относитесь Вот я к всяким гадалкам И всем К злазу Я тоже отношусь Что не верю Ни в какие сглазы Потому что Есть Бог И все Если я верю в сглаз Значит я верю в дьявола А если я верю в дьявола То я не могу верить в Бога Либо Ну какие-то рассуждения У меня вот такие Либо одно Либо черное Либо белое У меня белое Черное Это оставим на потом Нужно всегда Относиться Как говорится К лучшему С лучшим Быть всегда на позитиве И как-то Негатив отталкивать Иначе он нас съест И мы войдем в депрессию И фиг оттуда выйдем Да Жарко тебе А мы ждем подругу Тани Пойду наверное Все-таки сварю я кукурузу Ну и как всегда Сижу я в люфчике Смотрите Какой у нас закат красивый Прям красный Такий Красота какая Вот на такой нотке Буду с вами прощаться До завтра Правда красиво Смотрите На камере так нежно-розовый А вообще он красный Прям Красота Так что все друзья Встретимся с вами завтра Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok